Все будет классно, пацаны, укропа порвем, чтобы здесь и близко не видно было на Донецкой области, и до самого Киева. Находимся мы в Донецком аэропорту, вернее там мы находимся все, что от него осталось, так точнее сказать, если посмотреть на все, что осталось. Мы находимся сейчас напротив старого терминала, бывшего старого терминала, и ремонту он уже не подлежит, даже никому неизвестна дальнейшая судьба аэропорта, будут его делать или он останется музейным экспонатом. Ну а дальше посмотрим, мы здесь и это главное, я думаю, что все будет хорошо. Тихо, спокойно, красота. Вот так бы всю жизнь и только на наших границах. Никому не нужна война, ни нам, ни укропам. Они свои дела решают, бизнес у них свой, отжимы, а мы свое защищаем. Так давайте, ребят, время от деньги, счетчик тихать, ебать. Блядь, на минном поле, блядь, братан, мотайся, мне похуй. Слышишь, блядь, парень нам ездить, блядь. Одесса, за Одессу отомстить. Одессу, Николаев, Запорожье, все надо отбить. Никакого перемирия этим козлам. Потому что они не люди. Вот они машины видели там. И сейчас полностью аэропорт контролируется. Главные ворота в город. Два года назад это был самый красивый аэропорт в Европе. С трех часов ночи тишина у нас. Когда тишина, вы клядь тишины. Когда мы их зажали в угол, они просто сдались. Офицеры их бросили, командование, которое здесь командовал. Оставили чистое, не обижайтесь, кто сейчас на меня смотрит, чистое мясо. Были попытки их вытащить, да, не будем скрывать. Были попытки, но мы их просто-напросто не дали это сделать. Это третий этаж терминала, на котором украинские силовики держали свою оборону. Обе лестницы были блокированы, дабы они не ушли отсюда. И было тяжело к ним подобраться. В Донецке ситуация стабильная, народ работает, народ поддерживает нас. Народ не признает власти Сиевской фунты. Не совсем гуманными методами пытается навязать нам свои. Бои были ожиточены, можно сказать честно. Но могу признать одну вещь, люди, которые со стороны Украинской удержались по таким массированным ударам с нашей стороны, заслуживают уважения. Даже когда мы отодвинем украинские войска и все остальное от Донецка на 40 километров, на 50 километров, все это займет не один год, чтобы все это досконально восстановить, как это было раньше. И люди, которые должны реально адекватно понимать, должны не осуждать главу государства, а она будет его поддержать и помочь. Вот наш аэропорт. Отстроим новый, еще красивее, который был. Может быть когда-нибудь здесь снимут новый фильм Терминатора. Перемирие, это по-моему очередная обманная акция Украины для того, чтобы подготовить новое наступление на нас. Мы уже этому не верим. Готовы ко всяким сюрпризам. Война будет продолжаться. Да. За угол зашли бы, а то стреляйте-то они. Все находится под нашим контролем, как и находилось. Даже мы сделали больше, чем от нас ожидали все. Даже те люди, которые нас не верят, в данный момент выносят свои извинения в нашу сторону. Никакой тут России нет, как бы они не пытались, там, Путин подтвердил, Путин не подтвердил, это быхня. Да, гуманитарная помощь идет и не скрывает. Людям-то надо восстанавливаться. Денег нет. Страна молодая, заново все начинает. Вот Россия нам помогает, чем может. Поехали. Идем сюда. Куда? На старый термин. Ай, гуляй. Нам все равно с кем воевать. Это наша земля, мы сделаем все, чтобы ее освободить. Люди воюют до конца и... Термицеда, у меня есть камер? На старую термин. Смотрите продолжение следует...